добрый день здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем утреннем эфире по средам который посвящен мудрому коучингу время когда мы говорим о деньгах время когда мы размышляем над своими финансовыми стратегиями пытаясь понять что с нами не так что еще мы не доделываем где у нас нет информации для того чтобы быть еще более продуктивным сегодня у нас очень крутая тема эфира мы будем говорить о транжирстве тема звучит так транжирство сливной бачок для денег я расскажу вам о том какие бывают виды транжирства как мы попадаемся на этот крючок даже не замечая и как мы теряем деньги возможности и изобилие когда проваливаемся в транжирство напишите пожалуйста страну которую вы представляете давно мы не спрашивали в эфире какие у нас страны приходят на эфир очень интересно напишите сегодня будет эфир с одной стороны структурный с другой стороны я расскажу вам свою личную историю с третьей стороны конец эфир я расскажу вам одну из метафор которые меня поразило недавно я хочу с вами ею поделиться и так мудрый коучинг это благотворительный проект который я провожу каждую среду в поддержку строительства международного ретритного центра на ланда и я знаю что многие из вас уже поддерживают на ланда многие из вас добавились в телеграм чат который называется строят создатели на ланды эти люди каждый день управляют куда символическую сумму на кирпич для на ланды и я вам очень за это признательно и благодарна хочу сказать что на следующей неделе встреч по вторникам и средам не будет потому что это будет время когда я буду в своих практиках а через неделю мы снова встретимся то есть следующую неделю мы пропустим а через неделю я снова приготовлю для вас что-то интересное и так транжирство существует несколько видов транжирства мы разберем пять я надеюсь что блокнот ручка для записи рядом с вами вы записываете и думаете вместе со мной спасибо что делитесь этим эфиром я думаю что среди ваших друзей тут точно есть те кто попался в ловушку транжирства и этот эфиром будет полезен первое что мы чаще всего транжирим это время существуют разные способы транжирства времени первый способ один из самых популярных это опаздывание наше опоздание на минуту на 2 на 3 когда нам звонят и говорят ты скоро будешь а мы говорим ну да да конечно я же уже вбегаю подбегаю или что-то там еще хотя на самом деле я никуда не вбегаю я никуда не подбегаю и мне еще вообще три остановки на метро ехать поставьте в чат один что это понятно каждый раз когда я не способна не способен спланировать свое время чтобы быть вовремя я отправляю в этот мир посыл у меня нет connection с самой собой поэтому дорогие деньги если вы придете то я могу опоздать и деньги это считывают очень быстро потому что если вы знаете людей которые занимаются бизнесом или вы работаете сами в подобной структуре может быть вы сами предприниматели вы прекрасно понимаете что дорога ложка к обеду то есть деньги это своевременность тренировать своевременность можно дома собирая детей в школу задайте себе вопрос встает ли ваши дети каждое утро в одно и то же время укладываются ли они каждое утро в одно и то же время если вы способны организовать режим себе своим детям в своем пространстве домашнем если вы способны организовать порядок в простых вещах у вас не будет никаких проблем чтобы организовать этот порядок более сложных вещах если вы например не опаздываете приходите вовремя но задерживаете встречу или к примеру если вы говорите мне с тобой нужно поговорить 20 минут как только вы сказали это слово в подсознании человека сразу упал это количество времени и как только на часах уже 21 минута у человека начинается уже мандраж про то что он удерживает ваше время или вы удерживаете его время и это создает внутреннюю панику и состояние внутренней паники это тоже не то состояние на которое деньги приходят итак первый тип транжирства мы с вами изучили и это время я повторюсь способность к самоорганизации это ответ на вопрос чем я должна привлечь деньги почему они должны выбрать меня самые организованные люди это люди номер один в отборочном туре на соревнования по большому финансовому забегу каждый раз когда вы приучаете себя приходите уходить во время вы словно говорите я посвящаю это тому чтобы в моей жизни все было вовремя и отношения завершение отношений и какие-то новые открытия своевременность своевременность принятия решений в бизнесе на работе своевременность принятия решения в отношениях это все связано с С внутренним состоянием потока, который есть у нас, которому деньги открываются. Знаете, сейчас идет трансляция в два канала, в Facebook и в Instagram. Я смотрю на ваши комментарии, и это до слез вы пишите. Доброе утро, ангелы. Я так рада видеть нашу команду. Такое ощущение, что вы знаете друг друга уже много лет или даже жизни. Я хочу вас сейчас за это поблагодарить. Потому что когда вы пишите такие вещи, и когда вы записываете фразы во время эфиров, которые вас коснулись глубоко, у меня есть ощущение, что мы вместе. Потому что сейчас я сижу в комнате, и рядом ходит только кот. А мне бы хотелось коснуться каждого из вас. И спасибо за то, что вы создаете своими текстами и поддержкой друг друга, комментариями. Сами отвечаете на вопросы, когда кто-то что-то прослушал. Это очень важно. Вы создаете пространство поддержки уже здесь. Итак, продолжаем. Первый вид транжирства — это транжирство времени. Проявляется в опоздании, в затягивании и вне своей временности. Второй вид транжирства, тоже очень частый и очень популярный, — это транжирство знаний. Здесь я хочу остановиться, потому что это сфера, в которой я работаю, в которой я профессионал. И вопрос, о котором я сейчас буду говорить, он меня очень сильно будоражит, тревожит и беспокоит. Мы идем на курсы, мы платим за знания. И мы накапливаем знания в своем шкафчике из серии «Посмотрите, какой я умный, посмотрите, сколько я уже прошла, сколько много всего я умею». Поставьте в чат три пятерки, кто понимает, о чем я говорю. Мы прошли один курс, и мы думаем, нет, наверное, нужно еще один, этого недостаточно, мне чего-то не хватает. Потом у меня появляется, ой, мне еще чего-то не хватает, и мы еще идем на один курс. Спасибо, что делитесь этим эфиром. Сейчас говорю о главной проблеме женщин вообще в этом мире. А главная проблема женщин в этом мире называется «Бесконечное обучение без возможности практиковать». И смотрите, что получается. Получается, что я в свое внутреннее пространство закупаю духовную недвижимость, закупаю психологическую недвижимость, закупаю интеллектуальную недвижимость, ту или иную. И я закупаю знания, и начинается вот это вот разрастание моего ментального, интеллектуального пространства. То есть я думаю, что я умный, умная. И да, это действительно так, вы много знаете. Но быть умным и быть богатым – это абсолютно разные вещи. И когда у человека очень много вот здесь накоплено знаний, пониманий, тренингов, курсов, книг и так далее, но нет выхода в практическую реализацию, в этот момент наше подсознание говорит «Подожди, а где ты будешь это выпускать, где ты будешь расширяться?» И если мы с вами, пойдя на курс или на обучение, не задали себе вопрос «А где я это буду практиковать?» Потому что один из духовных законов развития гласит «Преврати свой полученный опыт в практику в то же мгновение». Так вот, если я не задала себе вопрос «Где я это буду применять?», то в то же мгновение я превращаюсь в человека, который не дает своему подсознанию ответ на вопрос «Где дверь?», «Где выход?». И представьте себе ситуацию. Трамвай набивается, 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 набивается. И уже все, уже некуда. Люди продолжают входить. Естественно, где-то прорывает. Так вот, в человеке первое, где пробивает – это тело. Мы начинаем набирать лишний вес. Как только вы начнете выравниваться в своем финансовом положении, услышьте меня, это очень важно. У вас начнется стабилизироваться вес. Потому что вам нужно девать куда-то бесчисленное, накопленное, вот это добро наколедованное знаний, которые уже из ушей вот так вытекают. И если у вашей мужчины, я сейчас к женщинам обращаюсь, мудрые, то когда женщина идет на обучение, мужчина всегда спрашивает «Где ты будешь это применять?». И это не потому, что он вот так вот уже, да, встал его ваше обучение, он хочет, чтобы вы тоже деньги зарабатывали. Он просто разумный, понимаете, он ваша вторая половина. Он вас любит по-настоящему, говорит, слушай, если ты не начнешь это применять, тебя порвет. Ты наберешь лишний вес, потом будешь мне же делать нервы. И вот эта вся цепочка, понимаете, недовольная женщина в доме хуже войны. И мужчины это знают на интуитивном уровне, они это ощущают, они это чувствуют. Поэтому каждый раз, каждый раз, когда мы идем на обучение, мы должны сказать себе, первое, мои родные и близкие не должны становиться жертвами моего обучения. Если это правда, что мое обучение полезно, то, глядя на меня, они все должны чувствовать себя лучше, они должны чувствовать себя хорошо. Все в моем окружении должны понимать, что это идет мне на пользу. Главный критерий – это мое хорошее настроение, понимаете. Поэтому транжирство знаний заключается в том, что у меня входная дверь открыта, а дверь, из которой я эти знания выпускаю, не обнаружена. Поэтому, поэтому. Мне моя учитель однажды на полгода вообще запретила идти в обучение на любые курсы, на любые. Она сказала, значит так, пока ты не монетизируешь, не применишь на практике все, что ты уже знаешь, я запрещаю тебе учиться чему-то новому. Моему возмущению не было предела. Наверное, несколько недель я вот так вот просто не знала вообще, что с собой делать и как вообще такое можно было мне сказать. Потом разум ко мне вернулся, я поняла, что, ну, разве что из большой любви человек вообще такое мог мне сказать. Потому что знания, которые не используются, превращаются в сливной бачок нашей энергии. И мы умираем. Умираем внутри. Умирают наши мечты, умирают наши желания, умирают наши способности жить живую жизнь. И, конечно, это вообще не про деньги. Третий вид транжирства называется любовь и внимание. Здесь два варианта. Вся любовь мне. Вся любовь только мне. Или наоборот. Нет-нет, вся любовь другим. Поставьте в чат три семерки, кто знает людей с такими проявлениями или сам таким человеком является. Я требую, чтобы мой партнер отдавал 90, а лучше 100% внимания только мне. Мне? Нет-нет, что вы. Я всю свою любовь, я все отдам детям, своей работе, своей семье. И мы начинаем извергать из себя бесчисленные потоки энергии, вкладывая во что угодно, только не в себя. То есть как бы два варианта. Либо только мне, либо всем, только не мне. Если мы с вами находимся в состоянии транжирства, любви и внимания, то это обозначает, что мы профессиональные недолюбленыши. Что значит профессиональные недолюбленыши? Это обозначает, что главный человек, который должен дать нам любовь, до сих пор не пошевелился, чтобы это сделать. И теперь у меня к вам очевидный вопрос. А что это за человек такой, который должен дать нам любовь? Кто это вообще такой? Кто первым должен прийти и сказать, значит так, я, властью данной мне, даю тебе любовь. Потому что, ну и там несколько убедительных причин. Как вы думаете, кто вообще этот человек, который каждое утро, как только глазам, сразу должен прийти в комнату и объявить вам эту прекрасную новость с утра? Мы сами, конечно, вы правильно все пишете. Смотрите, есть в бизнесе закон. Мы же о деньгах говорим по средам. Так вот, есть в бизнесе закон, который называется так. Сначала купи себя сам. То есть, если ты сам утром себе не сказал, почему твой товар, твои услуги, твое состояние, я надеюсь, все, кто сюда приходит, уже вразумили, что деньги – это состояние. То есть, мы не продаем окна, двери, помидоры, психологические услуги, образование. Мы продаем все свое состояние, которое приклеивается к нашему товару. Я надеюсь, что вы это понимаете. Это супер важно. Это невероятно важно. Так вот, каждый раз, когда мы с вами вместо того, чтобы состояние свое приклеивать хорошее, приклеиваем туда какую-то нудотину, у нас в бизнесе, в наших деньгах происходят завалы. Обратите на это внимание. Как это у вас? Поэтому помните, что главный человек, который должен покупать вас всю, всего, целиком, каждое утро – это вы сами. И если вот этой первой сделки с утра не состоялось, если договор о любви к себе с утра сегодня конкретно, мы каждое утро этот договор должны подписывать. Вот если сегодня сделка не состоялась, все, вы проиграли. Это очень важно. Дальше идем. Мы уже изучили с вами первый вид транжирства – это время. Второй вид транжирства – это знание. Третий вид транжирства – это любовь и внимание. Четвертый вид транжирства называется энергия. Если вы, неважно сколько вам лет, еще не поняли, что тело – это батарейка, из которой нужно брать энергию, а не только закладывать туда еду, то вы, в принципе, не жили еще. Если вы не поняли, что творчество – это огромнейший ресурс, которому обязательно каждый человек, который хочет много зарабатывать, обязан подключиться. Обязан, понимаете? Потому что мир, он настолько нас разрывает на части своими многозадачными процессами, что нам нужен какой-то клей. Какой-то клей, который будет нас каждый вечер соединять и говорить «Ну вот, смотри, вот твоя целостность, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот». То есть мир разрывает человека, творчество склеивает. Поэтому я уже 21 год кричу просто в мир, люди, пройдите курсы партерапии. Неважно, вы психолог, вы бухгалтер, вы экономист, вы фотограф, пройдите курсы партерапии. Может быть, вы никогда ее не будете преподавать, но вы точно поймете там вообще, кто вы такой, понимаете? Кто вы такой? Найдите преподавателя, который вам понятит. Я вам понятна, придите к нам на курсы партерапии, в онлайн или вживую в Киеве. Другой человек, вам другой преподаватель подходит, туда пойдите, куда-нибудь прилепитесь. Поймите, как работает этот клей. Поймите, что если не восстанавливаться, то никакого шанса выжить вообще нет. Ну просто это невозможно. Поэтому ищите свой клей, который вас будет собирать после разгромного шествия миру по нашим, понимаете, костям каждый день. Потому что мир выжимает наши соки, он требует нашей включенности, внимательности, наших мозгов, нашей энергии в конце концов. И транжирством энергии, конечно, является наша способность не завершать начатые дела. Люди часто спрашивают у меня, как я планирую день. Обычно у меня есть 2 или 3 дела обязательно, которые я должна сделать в течение дня. Все остальное, если успею. И обычно мой день завершается так. Я сделала эти 2-3 дела и еще 48 дел. И в конце дня я всегда себя чувствую супергероем. Мне такая стратегия подходит. Теперь у меня вопрос к вам. Как живете вы и как живут обычно люди, которые что-то планируют? Насколько я знаю, обычно это выглядит так. 48 дел и за день ты успеваешь делать 2-3. И засыпаешь в состоянии личной трагедии, что ты опять слил в бачок вообще свою жизнь, свою энергию, свой этот день. Я не говорю, что мой способ подходит каждому из вас. Но я говорю, что важно найти тот способ, который подходит вам. Мне лучше сделать минимум и превзойти себя. И это меня поддерживает, потому что мне важно видеть свои результаты. Понимаете, мне важно видеть свои результаты. Если вам это тоже важно, найдите свой способ. Ищите, пробуйте по-разному. Даже могу сказать, что в разные периоды жизни это будут разные способы. И это нормально. И, конечно же, завершайте начатые дела. Потому что чем больше у вас незавершенных дел, я так называю, хвостов, чем больше вы павлин, тем больше вы бедны. Вот поэтому свяжите вот эти вещи. И последний способ, где мы с вами транжирим, это, конечно, деньги. Деньгами нас проверяют очень часто. Нам дают скидки, премии, подарки. И тут супер момент, как человек себя ведет, когда вдруг к нему в жизнь пришел больше чек. Пришла большая сумма, чем обычно в месяц, к примеру. Если вы склонны к транжирству, то, скорее всего, вы пойдете в магазин без списка продуктов, без списка того, что вам нужно купить. Купите там все с красным ценником, со словом скидка. Слово скидка – это, в принципе, психология бедности. То есть мы с вами должны дойти, дожить до того момента, когда скидки будут бегать за нами. Ну, например, вы заходите в магазин, и там вещи по скидке. И вы говорите, я хочу купить по обычной цене. А вам продавец говорит, вы понимаете, сегодня праздник во всей стране. Просто в программу вбиты скидки я не могу вам просто пробить. У вас такая карма, у вас нет возможности купить без скидки. И это круто, когда скидки за вами бегают. Но когда мы бегаем за скидками, это не очень хорошо. Понимаете, это даже можно сказать вообще плохо. Поэтому кредиты – это когда мы берем энергию из будущего, скидки и всякого рода неорганизованные хаотичные покупки – это неинтересно. И, конечно, если это неинтересно, то нам хочется драйвика добавить. И мы идем и сливаем те деньги, которые у нас есть. Транжирство, вот все пять видов транжирства – времени, знаний, любви и внимания, энергии и денег – приводят внимание к транжирству жизни, к потере смысла жизни. Поставьте в чат 10, что схлопывается. Это супер важный момент. То есть если я по чуть-чуть транжирю, то я в итоге не понимаю, зачем я вообще существую, где мое призвание, куда вообще я устремлена, куда я иду, какие мои мечты, цели, задачи. Мне сороковник, чего я добилась в этой жизни, куда мне посмотреть, где я наконец-то заживу. Понимаете? И вот этот момент, он очень важен. То есть мы должны понимать, что транжирство в мелких вещах по чуть-чуть приводит нас к потере смысла жизни. И сегодня на эфире я хотела вам сказать, что количество денег в жизни зависит от разных вещей. Но есть три. Три. Я хочу их проговорить сегодня. На мой взгляд, они одни из важных. Смотрите. Первое – это желание жить. Если у вас нет желания жить, зачем вам деньги в принципе? Желание жить проверить очень сложно. Посмотрите на себя в зеркало. Человек, который так выглядит, как вы сейчас выглядите, он похож на того, кто собрался жить? Он ухожен, он причесан, он, я не знаю, нормально выглядит, он нравится себе, у него хорошее настроение. То есть очень просто понять, продиагностировать наше с вами желание жить. Да, собственно говоря, то, чем мы себя кормим, это уже показатель желания жить. Второй показатель – это наша щедрость. О щедрости мы с вами много говорим на эфирах по мудрости. Поэтому продолжайте проявлять щедрость и стремитесь внести щедрость в каждую финансовую операцию, насколько вам это возможно. То есть не транжирьте, если пока не можете себе позволить большую сумму щедрости. Итак, первое, от чего зависит количество денег – это желание жить. Второе – это щедрость. И третье – это реализовываем ли мы свое призвание, если мы не на своем месте. Если мы терпим, потому что нам там платят. Если мы не чувствуем драйва, адреналина и кайфа от того, что мы делаем, мы не будем расти в деньгах. Не будем, понимаете? Да, вам могут поднять зарплату, но у вас тут же там, не знаю, стукнут вам машину или еще что-то произойдет, у вас ломается стиралка, и вам нужно будет вложить туда большую сумму. То есть будут вот такие перетекания. Невозможен рост финансовый, если человек не на своем месте. Поэтому супер важно найти свое место. Что нужно сделать? Рекомендации к вам на эту неделю. Первое. Нужно определить транжир в своем окружении и перестать с этими людьми коммуницировать в принципе. Либо приглашать их на эфиры по средам. Потому что если вы будете дружить с теми, у кого мышление транжирства, вы все время будете в себе эту энергию транжирства поддерживать. Однажды вы даже подумаете, это нормально, а что все так делают, и я как. Все все нормально, качают проблемы. Второе, что нужно сделать, это найти тех, кто живет иначе, с ними подружиться, с ними установить более близкие отношения. Важно следить за тем, что вы делаете, и чтобы это вело вас к развитию. Например, у меня есть курс, который называется «Бизнес в состоянии потока». Это для людей, которые вообще хотят свое финансовое мышление изменить. И на этом курсе я рассказываю, что каждый день вы должны делать что-то, что прокормит вас сегодня, что-то, что принесет вам деньги через месяц или через два. И обязательно сегодня я должна сделать что-то, что прокормит меня через полгода. Например, я пишу книгу, моя книга выйдет через полгода, но я сегодня должна сесть и две-три страницы этой книги написать. И если вы думаете, что это очень весело, то это совсем не весело. Это очень нудно и очень печально, потому что нет никакого драйва в том, что ты сидишь и тыкаешь пальцами по клавиатуре, а результат будет через полгода. И люди, которые хотят зарабатывать, они должны научиться работать на дальние цели. Люди с психологией бедности обычно живут в промежутке коротких целей. Сделал – получил. Сегодня сделал – сегодня получил. Ну тогда ваша идеальная работа грузчик – потрясающая. Сегодня сделал – сегодня получил. Но если ваш уровень больше грузчика, то нужно научиться терпению. Нужно научиться понимать, что не все результаты, особенно если это большие результаты, приходят быстро. Об этом очень важно помнить. Теперь немного моя личная история. Когда я училась на первом курсе на психфаке, я пошла практиковать в школу. Меня взяли на стажировку к школьному психологу. Что я только не делала на стажировке. Я прекрасно, в принципе, понимала, в чем заключается работа школьного психолога. Но когда меня просили посчитать 70 тестов, я их садилась и считала. Хотя это не входило в мои обязанности, в мою практику. И уже, в принципе, после первых 20 тестов было понятно, что я этот тест усвоила. То есть задачу по практике я выполнила, но я делала 70. Потом меня просили выйти на замену, посидеть с детьми. Это не входило в задачи моей психологической практики, но я это делала. Мне было интересно, классно, дети, знакомцы, общение. Потом меня просили иногда сделать кофе. Я это тоже делала, хотя понимала, что я выполняю явно не задачу психолога, я выполняю задачу сейчас, я не знаю, секретаря, официанта, кого угодно. К чему я вам это все рассказываю? К тому, что я одна из 60 человек нашего курса, которые поступили на тот момент, на первом курсе вообще пошла и была рядом с практическим психологом, и я видела, как он работает, я видела, что делает эта женщина. Я на втором курсе уже это все могла. И, конечно, я могла воспринять это все как унижение. Но типа, дайте мне серьезную работу, у меня другие способности. Вы что, не видите, какая я талантливая? Я вообще-то староста курса и капитан баскетбольной команды факультета своего. Чего вы мне тут кофе заставляете меня варить? Понимаете, да? Можно было и так отреагировать. Но я это как бы не замечала, как бы вот тут я делала свою работу. Я говорила, класс, сейчас я научусь работать с детьми. Я готовила тысячу упражнений, потом в 6 лет в Артеке я просто была, понимаете, классный пионер-вожатый, и дети приезжали много лет просто, чтобы Лену увидеть в Артеке. И это была невероятная любовь. И каждый раз, когда мы оказываемся в обстоятельствах, где мы еще не можем получить тех денег или тех возможностей, которые вот мы сейчас прям хотим, мы должны серьезнейшим образом, серьезнейшим образом относиться к тому, что есть сейчас. И если вы сейчас можете лучшим образом сделать кофе, сделайте это. Если вы можете сейчас лучшим образом проверить тесты детские, сделайте это. Когда вы кайфуете от обучения, вы растете, понимаете? То есть та ситуация на школьной практике, на первом курсе, позволила мне зарядить свои баки. И я понеслась, я взлетела. И тот психолог, у которого была я на практике, остался просто маленьким психологом в маленьком городе, в деревне, понимаете? Живет обычную человеческую жизнь. Ну, я живу немного необычную жизнь, скажем так. И иногда так бывает, что для того, чтобы сделать старт, нужно научиться наилучшим образом использовать те обстоятельства, в которых мы именно сейчас находимся. Поэтому, если у вас пока не суперусловия для зарабатывания миллиона, не расстраивайтесь. Станьте профессионалом, специалистом, используя те возможности, которые у вас есть. Если у вас нелюбимая работа, не надо любить нелюбимую работу. Себя полюбите. Себя полюбите на этой работе. И последнее, что я хотела вам сказать сегодня. У каждого человека, это я вам что-то по секрету скажу, вы, наверное, не знаете, что вы владелец собственного футбольного клуба. ФК Алина, ФК Наташа, ФК футбольный клуб, Маричка, Людмила и так далее. И вашу фамилию, имя подставьте. И каждый раз, когда вы выходите на игру, на финансовую игру, вы выпускаете игроков. И у каждого из нас есть сильные стороны. У каждого из нас есть сильные стороны. И это первый состав. И первый состав — это самые сильные игроки. И когда мы не понимаем, кто наш первый состав, то обычно в спешке, мы же вечно куда-то бежим, вырывается второй состав. И, как вы понимаете, второй состав — это игроки, которые еще не достигли идеальной формы. Ну, просто мы не отследили, не отконтролировали, и что-то кто-то прорвался. А если вы устали, а если вас достали все, а если у вас еще есть какая-то боль, так у вас вообще детская сборная вырывается на поле. И представьте себе, приходят деньги, а у вас по стадиону бегает, шныряет детская сборная. И вы такие, слушайте, слушайте, давайте, давайте заработаем. А деньги так посмотрели на вас и говорят, слушай, ты вообще, куда мы пришли? В детский сад вообще? Ну, так давай вот и бумажно им нарисуем сейчас, пусть развлекаются. Резюме этого эфира. Каждый раз, когда мы транжирим время, знание, любовь и внимание, энергию и деньги, мы теряем все, мы теряем себя. Поэтому очень важно честно на те людей, которым вы доверяете, и поговорить с ними, кто ваш первый состав, какие ваши сильные стороны, и опираться на эти сильные стороны. Они именно для этого нам даны. И не выпускать ни под каким предлогом детскую сборную, которая инфантильная, которая дурачится, которая на работу ходит, как на хобби, увлечение и развлечение, которая лишь бы только себя занять, которая лишь бы что-то только себе купить. У взрослого человека на деньги серьезные планы. У него есть миссия, у него есть видение и ответственность. Я вам искренне желаю облюбить свой первый состав в вашем футбольном клубе и, конечно, стать чемпионами мира по футболу в своей весовой категории. С вами была Елена Тарарина. Встречаемся по средам в 9 по Киеву. Напомню, для тех, кто не слышал, следующую среду пропустим, потому что я буду в своих практиках. А вот через среду увидимся. Все, кто хочет поддержать строительство на Ланды и отправить на кирпич для нашей стройки, может, на два кирпича, может, сегодня был классный эфир, ссылка есть в названии этого видео. Спасибо вам, спасибо за то, что приходите по средам. Обнимаю сердечно. Напишите в комментариях, что зацепило вас больше всего сегодня, что понравилось. И, конечно, я благодарю за то, что вы поделились этим эфиром. И в сторис отметите его. Я надеюсь, что эта информация заслуживает того, чтобы вы ей поделились. Спасибо вам большое. Прекрасного дня и чудесной недели второй половины марта.